В рамках Всероссийской Олимпиады я профессионал для студентов, я являюсь амбассадором уже второй год подряд в рамках шестого и седьмого сезона. А также являюсь активным участником и даже победителем этой Олимпиады. Я стала неоднократным победителем в рамках направления востоковедения по китайскому языку. Если совсем кратко, то это Олимпиада про карьеру, про возможности и про классное комьюнити. В этом году в рамках Олимпиады есть 73 направления. В частности, например, Санкт-Петербургский государственный университет организует несколько направлений на базе этой Олимпиады. Есть гуманитарные направления, есть направления, естественно, научного профиля, есть математического профиля. То есть, мне кажется, что каждый студент здесь может найти для себя то направление, которое ему будет интересно и в котором будет интересно принять участие. Можно зарегистрироваться хоть на все 73 направления при большом желании. Всегда можно попробовать свои силы. И в целом, если вы регистрируетесь в Олимпиаде, это просто хороший шанс для вас попробовать свои возможности, попробовать свои силы. И, в частности, например, получить хороший приз, если вы выиграете в ней. На самом деле, как я уже сказала выше, Олимпиада не ограничивает вас по выбору направления Олимпиады, собственно. Вы можете выбирать как своего профиля направления, так и направления, которые близко вам по душе. Ну, например, в прошлом году я вообще принимала участие в направлении Олимпиады филологии и продюсирования, хотя это не мои профили, а мои профили – это конкретно востоковедение. Поэтому я знаю много ребят, которые побеждали, даже становились золотыми и серебряными медалистами в рамках не своего профиля обучения. Так что все в ваших руках. Дело в том, что гуманитарные направления требуют, конечно, большого области знаний в рамках гуманитарных наук. Естественно, научный, соответственно, естественно, научного профиля. Но есть какие-то общие, скажем так, лайфхаки для всех студентов, участвующих в Олимпиаде. Ну, во-первых, быть уверенным в своих силах. Если вы знаете и идете твердо, подаете заявку, то вы уже прицеливаетесь на будущее. Вы знаете, что вы смотрите свое будущее, а это прекрасная карьерная возможность для вас. Возможность реализации своих сил и навыков. Ну, кроме того, нужно понимать и держать в голове всегда, что все зависит от вашей подготовки, от вашей целеустремленности. Но, безусловно, не нужно переживать перед началом самого Олимпиада. Потому что, как минимум, вы всегда можете попробовать силы свои. А дальше у вас есть первый, второй, третий, четвертый и так далее курсы для того, чтобы уже занять достойное место в рамках Олимпиады. С мной получилась достаточно забавная история. Дело в том, что я была обычной совершенно первокурсницей, которая после школы горела зарядом таким энергии и желания реализации своих способностей, в частности, творческих. И случайно в 2020 году я открыла для себя сайт Олимпиады, увидела случайно пост ВКонтакте, рекламный как раз-таки, и зарегистрировалась для участия. Я не думала, что я смогу победить в ней или занять какие-то даже призовые места. Но я подумала, что востоковедение – это близкий для меня профиль участия. И решила, почему бы нет. Возможно, можно попробовать свои силы. После того, как я стала неоднократным победителем в рамках этой Олимпиады, меня это заряжало все более и более. Мне хотелось ставить для себя какие-то новые рамки и ломать стереотипы, скажем так. Поэтому в прошлом году я зарегистрируюсь уже на гораздо большее количество направлений и прошла в финал по многим из них. Что мне дала Олимпиада? Во-первых, я смогла пройти стажировку и устроиться в Международный русско-китайский центр. Кроме того, мне удалось пройти стажировку еще в нескольких компаниях. Ну и, как я уже сказала выше, даже найти трудоустройство. Пока, правда, не постоянное, потому что я студентка. Ну и, безусловно, благодаря классному комьюнити ребят и возможности реализации своих навыков в рамках форумов, в рамках прокачки своих скиллов, мне это дало хороший уровень для саморазвития. Мне кажется, это достигается благодаря широкому профилю заинтересованных в ней специалистов и заинтересованных в ней студентов. Ведь мы, как студенты, заинтересованные в своем развитии, безусловно, скажем так, помогаем пиарить Олимпиаду и пиарить возможности для себя. Благодаря нашей заинтересованности об Олимпиаде узнают все большее количество людей не только в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Уральские города, но еще и узнают ребята из более мелких населенных пунктов. В частности, в рамках Олимпиады создан амбассадорский профиль, и сейчас участвуют более 50 амбассадоров в рамках того, чтобы рассказывать ребятам о своих возможностях, о возможностях для построения своей карьеры и участия в данной Олимпиаде. Да, безусловно, я буду принимать участие в этом году, что и призываю сделать всех, кто будет смотреть данный ролик. На самом деле, я буду принимать участие в разных направлениях. В этом году решила, так как я уже на четвертом курсе, попробовать для себя, наверное, нечто новое и зарегистрироваться почти что в 15 направлениях. Образовательный форум – это, скажем так, мероприятие для студентов, участников данной Олимпиады. Я профессионал, на него попасть достаточно нетрудно, потому что для того, чтобы на него попасть, достаточно быть участником определенного направления Олимпиады. Но для того, чтобы приехать на тот или иной образовательный форум, нужно написать небольшое мотивационное письмо и рассказать, почему вы хотите приехать на этот образовательный форум и почему именно вы должны стать участником данного образовательного мероприятия. Если все карты сложатся, если ваше мотивационное письмо понравится организаторам, то они с большим удовольствием пригласят вас для участия. В этом году в рамках Олимпиады планируется открываться новое направление, называется «Медиа-амбассадорство». Оно как раз-таки создано для тех ребят, которые с большим удовольствием ведут свои социальные сети, в частности, социальную сеть ВКонтакте, и могут рассказать в рамках «Медиа-пространство» об Олимпиаде «Я профессионал». Если брать классическое амбассадорство, то оно было запущено впервые в прошлом году в рамках шестого сезона Олимпиады, но в рамках седьмого сезона Олимпиады, который начинается буквально совсем скоро, 14 ноября, ребята могут, как амбассадоры, представлять в своих вузах данную Олимпиаду, представлять возможности для студентов участия в этой Олимпиаде, ну и рассказывать практически обо всем том, о чем я рассказала выше. У нас есть специальное сообщество, которое называется «Я профессионал Ракета». Ракета как раз-таки является логотипом данной Олимпиады, потому что, в первую очередь, Олимпиада – это про взлет, а каждый понимает взлет по-своему. И есть такое, скажем так, комьюнити неформальное, в рамках которого состоят ребята со всех сезонов участия в Олимпиаде. Туда собираются и ребята, которые участвовали в образовательных форумах, и ребята, которые становились победителями, призерами и медалистами Олимпиады. И в рамках данного сообщества ребята узнают о дополнительных возможностях, например, о новых направлениях участия в Олимпиаде, или же о каких-то других возможностях в рамках «Российской страны возможностей» или «Российского общества знания», например. Во-первых, практически в каждом ВУЗе, крупном ВУЗе России, есть амбассадор. И часто зачастую ВУЗы публикуют информацию об амбассадорах, о тех людях, которые являются, скажем так, связующими мостиками между организаторами Олимпиады и самими студентами. В частности, я являюсь таковым амбассадором в СПБГУ, знаю, что в СПБГУ есть еще два таких амбассадора. Кроме того, ребята могут обратиться к организаторам напрямую. Если брать сообщество ВКонтакте Олимпиады, то они всегда открыты к любым вопросам и к любым запросам, скажем так, наших замечательных участников. Регистрируйтесь во Всероссийской студенческой Олимпиаде «Я профессионал» до 14 ноября 2023 года.